Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре приманка от производителя German, называется она Oscar S S в данном случае означает sound, то есть данная приманка является ратлином и имеет звук Бывают Oscar просто без буковки S, это Vib, Vibration, который абсолютно тихий И там достигается игра приманки путем именно анимации акустических эффектов во время игры Здесь же ратлин, который помогает приманивать рыбу своим шумом Но хочется отметить, что шум, я бы сказал, довольно-таки посредственный Это не какой-то там сверх громкий звук Вы сами можете слышать, что во время проводки будет еле-еле слышно один небольшой шарик, который находится внутри корпуса данной приманки Поэтому различие между Oscar S и Oscar по мне не самое что-то существенное Размер 61 мм, вес 14,5 грамм Вы сами понимаете, что при таком небольшом размере приманка весь довольно-таки существенная И ей можно будет работать на существенную глубину, что во многих случаях бывает большим плюсом Так как хищник не всегда готов есть большие приманки Но он с удовольствием может съесть такую небольшую Но обычно маленькие приманки и весть мало А здесь при небольшом, получается, размере вес существенный И плавучесть, естественно, указана тонущая Также есть плашка с информацией о том, что приманки использованы ультрафиолетовые цвета Ну да, можно здесь видеть данный яркий оранжевый планчет Я думаю, должен отлично светиться И спина в оранжевом цвете тоже должна светиться в ультрафиолете Ну а сзади указана моделька C222 Интересная, как по мне, расцветка Не у многих производителей есть что-то подобное Поэтому мой выбор упал на данную расцветочку Что-то такое интересное, яркие, привлекательные Капельки такие Оранжевая спина, голубая пуза Обычно сделано все, как вы понимаете, наоборот Обычно идет спина голубая, оранжевая пуза Здесь же пошли по иному пути Но я тоже думаю, вполне рабочая расцветка На сайте представлено более 20 цветов Много ярких, много зеленых оттенков И также присутствуют различные натуральные расцветки в темных и светлых тонах Сама приманка имитирует такую небольшую рыбешку Имеется имитация чешуи И боковая линия присутствует Как обычно детализированная глава приманки Жаберные крышки И такой привлекательный глаз Такая точка атаки Зрачок с логотипом буквой G фирмы German Сверху имеется стабилизационный плавничок Что говорит о том, что данную приманку В принципе можно использовать и на течении Она там будет стабильно играть И находиться всегда в вертикальном положении Не заваливаться Данный плавничок должен в этом помогать Оснащается двумя тройниками Размер идеальный Они не мешают друг другу И при этом довольно-таки крупные Я думаю проблем засекания рыбы с данными тройниками не будет Тройники оставляем Тройники здесь хорошие Изводные колечки тоже качественные Два из них держат тройнички Одно находится в верхней крепежной петельке Здесь уже считают ненужным элементом Но в принципе можно снимать Можно оставлять Заводные кольца Повторяю, здесь еще очень хорошие Покраска симпатичная Единственный у меня вопрос У меня в районе хвоста Находится сквозное какое-то отверстие От чего оно, почему Не понятно Но это оставляет какие-то негативные эмоции Конечно же нет никаких проблем Залить его клеем Или лаком Но все же Почему так Почему данная приманка попала ко мне С таким дефектом Это большее исключение Конечно Из правил обычно Приманки от Герман Отличнейшего качества Здесь появилась вот такая вот Небольшая неприятная деталь Но так хочется сказать Что данная приманка В данном размере Очень универсальна Подойдет как для подленной ловли окуня Судака В принципе можно опускать данный ратлин На существенные глубины Пролавливать ямки В поисках судака Можно искать с данным ратлин Щуку по камышку Очень универсальная Небольшая приманка Также можно использовать И в летний период Проводкой стоп энд гоу Равномерочкой Тоже я думаю Будет неплохо ловить Недорогая приманка От Герман Оскар С Ну а на этом мой обзор Подошел к концу Всем спасибо за внимание Пока Субтитры сделал DimaTorzok